Как обеспечить устойчивое развитие экономики и социальной сферы республики в 2015 году? Эту тему обсуждают сейчас во всех муниципалитетах вместе с депутатами, главами сельских поселений и лидерами общественного мнения. Очередная рабочая встреча состоялась в Красноармейском районе. Ситуация в республике непростая. Дефицит бюджета составляет 3 миллиарда рублей. Значительно снизились доходы с акцизов на алкогольную продукцию, налоги на доходы физических лиц и другие виды налогов. Однако в Чувашии уже расставлены приоритеты и принят план действий по обеспечению стабильности в столь изменчивой финансовой обстановке. В нем предусмотрено 77 пунктов, назначены сроки и ответственные. На днях принято решение о выделении Чувашской республики дополнительных средств из федерального бюджета. Общая сумма этих расходов составляет 566 миллионов рублей. Дополнительно придут к нам в республику на дорожную деятельность. Из них 10-20 миллионов рублей на строительство новых социально значимых проектов. Здесь необходимо отметить, что на эти цели выделено федеральных ресурсов только 19 субъектов Российской Федерации. В том числе в Чувашской республике. Планы республики формируются из планов муниципалитетов. Так что часть привлеченных средств идет в Красноармейский район на строительство дорог с учетом новых стандартов для дорог с наименьшей интенсивностью движения. Это позволит в разы увеличить объемы строительства. Приоритетными останутся расходы на сельское хозяйство. Из положительных моментов хочется отметить то, что все-таки в районе растут пассивные площади. Если мы сравниваем с республикой, растет производство зерна. В частности, в прошлом году производство зерна составило более 32 тысяч тонн. Это, можно сказать, рекордный урожай за последние 18 лет. 36 тысяч тонн в Красноармейском районе был в 1596 году. Именно на сельское хозяйство глава Чувашии предложил сделать упор. Цены на эту продукцию сегодня сложились самые благоприятные. А это значит, что продавая излишки со своих личных подсобных хозяйств, аграрии могут значительно пополнить свой семейный бюджет. Как и везде на подобных встречах звучали вопросы, будет ли глава республики волонтироваться на новый срок. Отдельные граждане даже сочиняли стихи по этому поводу. Дорогой Михаил Васильевич, мы желаем вам от души, чтобы ваши все мечты исполнения нашли, чтобы здоровье было крепким, счастьем полнилась ваша семья, чтобы всегда вас окружали только верные друзья. После обсуждения итогов социально-экономического развития района состоялось торжественное собрание по поводу 80-летия образования Красноармейского района. Праздник прошел по всем канонам, с песнями и плясками. Жители увидели видеофильм об истории родного края. А по случаю юбилея Михаил Игнатьев вручил награды и благодарности. Ветераны Великой Отечественной войны получили юбилейные медали. Анастасия Алексеева, Андрей Спиридонов, Республика.